Иду-иду, Катя зовет, говорит, хочешь снять ролик, как сыр делают? Я никогда не видел, как делают сыр. Ну, расскажи, что это значит? Берешь молоко, потом закваску. До температуры молоко доводишь до 40 градусов, заливаешь туда закваску. Как называется закваска? Пепсин, ну все по-разному. Они разные закваски бывают. Вот, заквасил, молоко стоит минут 30. Оно должно быть как простокваша, чуть погуще, поплотнее. Режешь ее потом. Она еще раз стоит. Режешь в кастрюлю, вот так, на кусочки. Стоит в кастрюле еще минут 20. Потом, когда начинает уже опускаться основа вниз, масса, ставишь на огонь и помешиваешь, и собираешь его, ну, чтобы он принимал такой, вместе склеивался. И сливаешь на друшлаг. А вот этот у меня попросил. Да, этого для него. Это тоже нужно будет, да? Да. Значит, у нас будет свой сыр. Да. Я могу собачкам дать, даже угостить, да? То, что я покупал в магазине, а это получается бесплатный сыр, да? Ну, да. Или бесплатный сыр только в мышеловке бывает? Ну, не то, что он бесплатный. То, что... Ну, хоть покупать не будем. В деньгах он. Экономнее, да? Экономнее и вкуснее. Ну, и своими руками сделанный. Честно, никогда в жизни не ел сыра самодельного. Ну, чтобы кто-то у нас в семье делал. Ну, никогда. Попробуешь. И с этой брынзы, она назреет, можно сулугуни сделать. Это который плотный такой будет, слоями потом оторваться. Ух ты. Пойду. Пойду, похвалюсь перед собачками. Ну, такое, Катя мне сказала. Слоями какими-то. Что это такое? Слоями. Не хотел снимать ролик? Думаю, ну, не буду. Всякое. А потом думаю, да это ж событие. Никто никогда у нас не делал сыра. И вдруг Катя вот... Хочешь, я тебе сделаю сыр? Конечно, хочу. Марсик, ты хочешь, чтобы у нас сыр был свой самодельный, да? Марсюшка, а ты? Мирка, а ты, Радочка? Лирик. 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 Лирик, ты хочешь сыр, чтобы у нас был самодельный? А? Брынза, сулугуни. Ты какой больше любишь? Сулугуни или брынза? Ну, ты так понял. Лирик любит... Знаешь, какой сыр? Пармезан, наверное. Ну, ты молчишь или ты хвостом говоришь? Что ты скажешь? Марсюшка. Ну что? Там сыр. Знаешь, как Рашкор говорил. Помнишь? Был этот самый мультик такой. Сыр. 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 Бежать дрожал. Смотрите, как они обрадовались, когда я сказал, что сыр. А то все колбаски да колбаски. Сосиски да сосиски. Надоели уже сосиски, честно говоря. Вон, сколько этих сосисек. Гляньте. И все время... Опять сосиски. Но сыр-то не сразу будет. В промежутках между сыром и этим я вам дам колбаски. Так, во сколько? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, как неудобно. Отрезал. Как удобно. Теперь, видите, у меня какая. Да подожди ты. А ты куда схватил за тот конец? Ох, хитрец. Подожди. Лирик, сейчас. Сейчас я выдавлю. Уйди, Марсик. Уходи. Лирик, у тебя получилось, видишь, теперь. Подожди. Ну, дитя. Опоздала немножко. Лирик. Так, уйдите. Уйдите быстро. Лирочек, на. Лирик, дай. Дай тряпку. Не тряпку, а пленку. Так, а тут пока... Судь до дела. Мирка может... Это что за... Это Серега виноват. Потому что он не задвинул стулья. Я ему сколько раз говорю. Сережа. Ну, вот она, гляньте. Никак не могу я туда запихнуть колбасину эту. Вот она выпала. О, все. Наконец-таки. Ну... Катя, а сколько ждать сыр? Ну, вечером можно кушать. Да ты что? Он будет сейчас сливаться. А я сказал им, три дня. Кого три дня? Ну, сыр будет. Вечером будет готов. Вечером будет готов. Я-то похвалился перед ними. Говорю, у нас будет сыр свой. Да. А это ты будешь добавлять сыр, да? Зачем это я голубца буду делать? Голубца она будет делать. Вот так надо. Слазь отсюда. Слазь, сказал. Быстро. Мирка. Мирка. Все. Сколько раз орал, Сережа? Задвигай. Лерик, а куда ты дел эту пленку? Ты ее проглотил, съел или где-то выбросил? Лерок. Если что, она, конечно, выйдет из Лерика. Пойду посмотрю. Может, она я закопал. Марсик, ты куда? Ну да, ты же сказала, что будет к вечеру. А он уже подумал, что вечер сейчас. Ты что, пробежал сыр проверять, да? Да. Какие нетерпеливые. Где пленка? Признавайся. Тут нету пленки. Лерик. Ну, буду наблюдать. Да, бывает, конечно, и пакеты едят. Потом все это выходит. Там, тем более, пленкой. А там, может, там натуральная оболочка. Лерок. Ну, куда ты спешишь? Вечером сыру дам. Все. Ну, ты же как. Я думал, буду процесс показывать. Там длительный. Бродит сыр. Созревает. В подвал его там кладут. Еще там разные мероприятия. Глянь. Смотри. Это что? Вот я его перевернула. Это уже сыр. Ну, да. Слушай, Кать. Ну, я понял. А вот буквально... Я же ролик даже не выключал. Он у меня все одним кадром идет. Это получается, что мы присутствуем при рождении сыра, да? Прям сыр онлайн. Да. Ну, надо же. Вот так вот. Потом можно сделать зернистый. С зернистого творога можно сыр сделать добавками. Зеленью. С шелыми томатами можно. С маслинами черными. Слышите? Ты слышишь? Мирка, с маслинами можно. Мирка. Марсик. Ну, кто видит. Вот это чудеса происходят. У нас тут сыр. Главное, буквально, вот, было только недавно здесь масса была, а уже вот он сыр. А тяжеленький какой. Просто у меня женщина... Можно пальцем дотронуться? Он воздушный будет. Хороший получился. Ух ты, дядь, сыр. Надо же. Первый раз я трогаю. И с дырочками. Если он хорошее, молоко хорошее будет с дырочками. А я думал, дырочки дрели сверлят, делают. Нет? Думаю, может, сидят люди. Специально дрель такая, перфоратором или чем-то. А если кто любит поплотнее, потверже сыру, то чтобы он прям плотнее был. То садиться на него надо. Гнет нужен. Гнет. Ну, а попой можно, естественно? Это уже как пожелаю. Марсик, будешь сидеть? Гнет нужен. Марсика в качестве гнета. Можно? Да, ты смотри, как они. Ну, ладно. Я заканчиваю ролик на этой красивой такой лихой тройке. В ожидании сыра назову ролик.